Доброго времени суток, уважаемые подписчики! С вами на связи Сальхудин Фарман и это очередной урок по работе в системе Компас 3D. В данном уроке мы с вами создадим текст на плоской грани. Но мы его не просто создадим, мы еще с помощью операции «Вырезать выдавливание» вырежем текстом. Итак, как это сделать, вы сейчас увидите. Давайте войдем во вкладку «Создать», выберем деталь и здесь в дереве модели откроем вкладку «Начало координат», выберем плоскость ZX для того, чтобы на ней построить эскиз. На панели «Текущее состояние» выберем «Создание эскиза». Итак, вот плоскость ZX стала параллельна нашему экрану. У нас открылись дополнительные инструментальные панели для создания эскиза. И давайте войдем в инструментальную панель «Геометрия» и выберем «Создание прямоугольника». Итак, выбрали. И давайте сейчас произвольно построим прямоугольник. Задаваться размерами не будем. Нажмем «Стоп» либо нажмите клавишу «Эскейп». Итак, вот наш эскиз готов. Теперь давайте выйдем из режима «Эскиз» и войдем в инструментальную панель «Редактирование деталей», где мы выберем формообразующую операцию, операцию «Выдавливание». Итак, вот наш фантом нашей пластины появился. Давайте здесь расстояние сделаем на панели «Свойств» 20 мм. Я думаю, это достаточно будет. И нажмем «Создать объект». Итак, вот наша пластина готова. Теперь нам нужно нанести на нее текст. Как это сделать? Давайте выделим ее для того, чтобы на этой плоской грани построить или создать еще один эскиз. Итак, давайте войдем в создание эскиза, опять же, на панели «Текущее состояние». Щелкнем по нему. Итак, вот мы вошли в режим создания эскиза. Сейчас давайте войдем в инструментальную панель обозначения для того, чтобы выбрать там команду «Создать текст». Я ее выбираю, произвольно щелкаю в любом месте нашей пластины. И давайте сразу выберем шрифт. Здесь у нас стоит по умолчанию «Костовский шрифт» тип А. Давайте выберем какой-нибудь «Нам понравившийся». Ну, давайте я выберу «Вердана» шрифт. Так, давайте высоту символов 25 впишу. Давайте, ладно, 30 вроде укладываемся. Так, 30 есть. И давайте напишем «Компас 3D». «Компас». Так, 3. Так, «Д» маленькая, давайте большую сделаем. Итак, и нажмем «Создать объект». Итак, вот первую часть мы с вами выполнили. Вот создали эскиз текста на нашей плоской грани. И как сделать так, чтобы вырез произошел этого текста созданного? Как это сделать? Кстати, давайте вот два раза резко щелкнем по нашему тексту и шрифт, ну, вернее, высоту символов давайте сделаем 50. В принципе, нормально. Давайте нажмем «Создать объект» и немножко так вот сюда переместим. Итак, как сделать так, чтобы текстом вырезать? Для этого давайте войдем в инструментальную панель «Редактирование» и воспользуемся командой «Преобразовать в NURBS». Так, давайте выделяем наш текст и нажимаем на команду «Преобразовать в NURBS». Нажмем «Стоп». Давайте активируем команду «Преобразовать в NURBS». И укажем геометрический объект, то есть укажем текст. Вот мы текст указали, нажимаем «Стоп». То есть, что с текстом произошло? Обратите внимание, я сейчас курсор поднесу к каждой букве, видите, я щелкаю, и она у нас превратилась, видите, в NURBS кривую, то есть она состоит уже из отдельных элементов, каждая буква состоит. Видите, тут есть вот эти вот различные точки, с помощью которых мы можем перетаскивать, как-то увеличивать, уменьшать наши составляющие букв. То есть наш текст теперь уже как бы и не текст, а он превратился в элементы, состоящие из NURBS кривой. То есть вот видите, сколько разной опорной точки, за которые можно перемещать. Итак, мы с вами преобразовали наш текст в NURBS кривую. Теперь давайте войдем в инструментальную панель редактирования деталей и выберем там операцию «Вырезать выдавливание». Я ее активирую. Вот фантом выдавливания, видите, через... Не через все, а на расстоянии 10 мм у нас отобразился. Давайте здесь выберем выдавливание через все, то есть на всю толщину. Нажмем «Создать объект». Еще раз нажмем «Создать объект». Подтвердим. И обратите внимание, в нашей плоской грани, вот в нашей пластине, видите, произошел вырез текста. Вот надпись «Компас 3D». Вот таким вот образом создаются надписи, различные тексты на плоских гранях. Также можно это делать и на цилиндрических. Но там уже надо будет создавать вспомогательную плоскость. Итак, я думаю, в этом уроке было все понятно. Сейчас попробуйте сделать то же самое. Я желаю вам успехов и до скорых встреч!